МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышали меня? Нормальный микрофон. Идже дальше. Так, нормально. Итак, меня зовут Марина Головницкая. Я юрист. Я работаю в юридической фирме «Сарайнин». И сегодня я расскажу про защиту интеллектуальной собственности. На самом деле я довольно долго думала, когда готовила доклад, я думала над темой, я думала над форматом и над содержанием. Я знаю, что здесь достаточно разношерстная публика. Здесь есть инженеры, разработчики, любители, профессионалы, представители профессиональных компаний. Даже, по-моему, были мною замечены юристы здесь. Соответственно, я думала, как организовать доклад. Я решила, что я расскажу про основные базовые формы существования интеллектуальной собственности, которая, соответственно, может быть защищена. Но прежде чем мы перейдем к защите интеллектуальной собственности, я бы хотела начать с того, чтобы мы все хорошо понимали друг друга, что есть интеллектуальная собственность и что есть собственность обычная, материальная. Мои часы. Citizen Watch. Это определенный объект материального мира. Это вещь, которую можно потрогать, понюхать, сломать, уронить. С одной стороны. С другой стороны, есть, когда я сказала Citizen Watch, есть что-то еще нематериальное, дополнительное. Это бренд. Citizen. То есть кто-то из вас подумал, о, это японские часы. Кто-то из вас подумал, что не Rolex. Не Rolex. Соответственно, есть какая-то еще дополнительная характеристика к часам, нематериальной, которая, тем не менее, в них присутствует. Она есть. Итак, интеллектуальная собственность в часах Citizen. Первое, о чем я сказала, собственно, Citizen обозначение – это товарный знак. Я проверяла. Действительно, японская компания зарегистрировала в Беларуси товарный знак Citizen для часов. Он охраняется в Беларуси. Соответственно, если кто-то из вас захочет зарегистрировать товарный знак Citizen или поменять одну букву, зарегистрировать для часов и продавать, у вас не получится. Вам откажут в регистрации товарного знака, потому что он уже занят. Следующее, что я вижу в своих часах – это фирменное наименование Citizen Holdings Co. Здесь на картинке его не видно, но оно есть вот внутри, на внутренней части часов. Там выгравлено название компании, которая занимается производством. Это фирменное наименование, которое, опять же, охраняется в Беларуси в силу международных договоров. То есть, если кто-то захочет зарегистрировать в Беларуси компанию с таким названием, не получите, потому что оно защищается. Но еще одна вещь – это промышленный образец. Если честно, я не нашла, защищается ли промышленный образец компании Citizen в Беларуси. Что такое промышленный образец? Это внешний вид, дизайн изделия. То есть, совокупность элементов, длин, широт, объемов, которые определяют дизайн. Промышленный образец в английском – это industrial design. На самом деле, здесь есть еще один элемент интеллектуальной собственности на картинке. Собственно, сама фотография. Но это немножко другой объект интеллектуальной собственности, про который я практически не буду говорить. Это объект авторского права фотографии. Собственно, о чем будет мой доклад? Я буду говорить о том, что интеллектуальная собственность может быть защищена как изобретение, как полезная модель, как промышленный образец, на который мы уже немножко посмотрели. Это может быть товарный знак. И, наконец, коммерческая тайна. Это основные формы, которые могут применяться, скажем так, в сфере хауд. Я специально не буду говорить про программное обеспечение, например, которое немножко другое регулирует. Это то, что может быть применимо актуально именно на этой конференции. Из них первые четыре изобретения, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, они охраняются в силу регистрации в нашем патентном органе. Этой коммерческой тайной регистрации не нужно. Но, соответственно, сейчас на ближайших десяти слайдах меньше. Я расскажу про каждый из этих объектов. Итак, первое изобретение. Пример изобретения. Лампочка Эдисона, рентген-установка, гугл-глаз. Что может быть изобретением? В нашем белорусском законодательстве изобретением может быть продукт или способ, который отвечает определенным критериям, на которые выдан патент. Продукт или способ? Вроде бы просто, но продукт, способ. На самом деле, иногда, когда нужно квалифицировать тот или иной объект, выпадает он в эти понятия продукт или способ, это может быть очень сложно. Например, тоже программное обеспечение. В Штатах сейчас идет очень большая дискуссия насчет того, можно ли получать патент на софт. В принципе, до 2014 года софт активно патентовался. Потом было вынесено судебное решение, так называемый, прецедент Элис, после которого решили, что все-таки патенты выдавать не будут. Соответственно, сейчас идет большая, большие вопросы, что было с теми патентами, которые были выданы до этого момента. Что будет дальше с программным обеспечением? Может быть, его будут просто регистрировать, выдепонировать? Это вопрос, да? То есть решили, что все-таки программное обеспечение – это не есть продукт, не есть способ. Еще один пример, тоже не белорусский, у нас, к сожалению, мало практики, такой интересной, судебной. Это вопрос, может ли быть живой организм изобретения. Именно это довольно старый уже кейс, 80-го года, когда инженер компании «Дженерал Электрик» изобрел новый способ борьбы с нефтяными пятнами. Он изобрел бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности они, сказать по-научнее, поглощали нефть. Естественно, тоже был суд, было много доктрины, были дискуссии, дебаты. В итоге пришли к выводу, что да, все-таки можно, хотя вроде как это объект живого мира, но тем не менее можно сказать, что это продукт, потому что он был произведен человеком. Но последний пример, тоже такой спорный, продукт или способ, уже про способ, про способ лечения. Вот это актуально для наших белорусских реалий. Сейчас, на самом деле, идут большие дебаты насчет того, можно ли патентовать способ лечения определенный. Сейчас вроде бы патенты выдаются, но это означает, что определенный автор методики, да, он может ее применять, запрещать другим применять эту технологию, зарабатывать, но при этом, может быть, многие люди в итоге не получат доступ к этому лечению, потому что есть монополия на патент. Так, какие критерии? Мы разобрались, да, что это может быть продукт или способ. Теперь, каким критериям должен он отвечать, чтобы быть зарегистрирован в качестве изобретения? Критерия три. Это новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Начнем с первого, да, новизна. В принципе, когда вы подаете заявку на регистрацию вашего изобретения, на получение патента, наш патентный орган, Национальный центр индивидуальной собственности, он проводит поиск по базам данных. И он проверяет, есть ли уже такое изобретение. Проверка идет, на самом деле, не только по существующим патентам. Проверка идет, например, я знаю, были ситуации, когда находили похожее изобретение, опять в художественной литературе. Оно уже было описано, соответственно, ну там, человеку, который пытался зарегистрировать его в качестве собственного изобретения, было отказано. По причине того, что это не был новый объект. Здесь нужно иметь в виду, что после того, как вы раскрываете ваше изобретение публики, например, представляете на конференции, или публикация какая-то происходит, у вас начинается отсчет срока 12 месяцев, в течение которого вы можете подать заявку на патент и зарегистрировать изобретение в качестве, ну, получить патентное изобретение. После стечения этого льготного годичного срока ваше изобретение поступает в так называемый технический уровень, общий. Ну, по сути, не принадлежит никому. Вы не сможете получить патент, потому что ваше собственное изобретение вам будет противопоставлено. Следующий, изобретательский уровень. Что это такое? Это критерий, который означает, что изобретение не очевидно для среднего специалиста в этой области. Вот этот изобретательский уровень – это то, что отличает изобретение от, например, полезной модели, о которой сейчас будем говорить. Ну, и последняя промышленная применимость, на самом деле, самый простой критерий. Здесь не нужно доказывать полезность, не нужно доказывать какой-то экономический эффект положительный. Достаточно доказать, что оно просто может использоваться. Немножко по процедуре. Длительность процедуры. Сколько нужно времени, чтобы получить патент? Это один, два, три года. Это достаточно долгая процедура. Зависит от большого количества факторов. От специфики изобретения. От того, пытаетесь вы ускорить процесс или нет. В среднем ориентировочно, просто для порядка цифр. Стоимость. Стоимость тоже очень ориентировочная. Что вы представляли порядок, 500 долларов – это получение патента, и затем 5,5 тысяч долларов – это поддержание его в силе, в течение максимального срока действия. Здесь учитывается только госкошины. Я здесь не учитывала оплату, например, патентных поверенных, к услугам которых обычно прибегают при патентовании. С патентными поверенными это будет 500 долларов получения, плюс примерно сколько же это будет фи плата патентного поверенного. Последний срок действия – 20 лет. Максимум. Для некоторых изобретений срок может быть продлен еще на 5 лет. Это, например, для фармапрепаратов. Потому что для того, чтобы начать использование вашего изобретения, вам нужно пройти процедуру регистрации в Минздраве и получить реку удостоверения. Соответственно, законодательство предусматривает возможность еще продления на 5 лет. Но основной срок – это 20 лет. Соответственно, по истечении этого срока патент перестает действовать. Кто угодно может использовать ваше изобретение. На самом деле здесь довольно интересная есть практика, например, фарм-промышленности. Когда пик фарма, когда истекает срок действия на какой-то оригинальный препарат, в принципе, уже в 12 ночи стоят фуры конкурентов, которые загружены доверху дженериками, которые ждут 12 часов, чтобы поехать и запускать дженерики на рынок, на реализацию. Следующий... Да, отлично. Итак, мы поговорили про изобретение. Следующая – полезная модель. Примеры полезной модели. Сейф, нож, который используется в швейцарской армии, и холодильник, который одновременно представляет собой витрину. По сути, полезная модель, вот чтобы было проще понимать, это такое недоизобретение. То есть это то, чему не хватает изобретательского уровня. Например, сейф. То есть, в принципе, есть шкаф, есть замок. Кто-то придумал их совместить. Получилась полезная модель. Но при этом чего-то революционного, новаторского здесь нет. Ну или аналогично, да, швейцарский нож. То есть кто-то придумал совместить просто в одном изделии много маленьких изделий. Опять же, холодильник, который одновременно витрина, тоже это совмещение некоторых вещей, но без получения качественного иного продукта. Критерии. Новизна и применимость. Похоже на изобретение. Мы помним, у нас там была новизна, изобретательский уровень и применимость. Здесь просто новизна и применимость. Длительность процедуры получения патента на полезную модель. 3-4 месяца. Даже, наверное, 3 месяца. То есть гораздо, гораздо, гораздо проще получить, чем патентное изобретение. Стоимость 350 долларов, опять же, ориентировочная, без услуг патентов поверенных. Плюс 850 долларов – это поддержание в силе на протяжении всего срока, который может составлять максимально 5 лет, плюс потом вы можете продлить еще на 3 года. 3 года – это не есть исключение, которое для патентов, где было 5 лет для отдельных категорий. 3 года – это, в принципе, просто у вас 5 лет и стекло, вы думаете, вам нужно еще 3 года или нет. Можете продлить без специальных требований. Отличие, почему такая процедура короткая, почему так просто? Потому что наш патентный орган не проводит экспертизу по существу. То есть, если патент действительно проверяется на соответствии к критериям, то здесь действует презумпция того, что если вы это заявляете, то у вас это новое промышленно применимое. Естественно, потом это будет задача конкурентов доказывать, что на самом деле это было не так. Двигаемся к следующему объекту. Двигаемся. Промышленный образец. Так, вот мы видим часы, про которые я уже успела поговорить. Внешний вид кроссовки, внешний вид автомобиля. Что такое промышленный образец? Это некое художественное, конструкторское, дизайнерское решение внешнего вида изделия. Опять же, на промышленный образец получается, нужно получать патент, регистрировать его в нашем патентном органе, для того, чтобы он охранялся. Критерии. Новизна и оригинальность. Ну, с новизной тоже, в принципе, разобрали это понятие. По оригинальности требования нужно, чтобы промышленный образец был разработан творческим трудом автора. Более четкие критерии, что такое творческий, нетворческий, не установлены. Соответственно, тоже на этот счет могут быть и инсинуации, и вопросы. Длительность процедуры получения патента на промышленный образец это 8-10 месяцев. Стоимость 250 долларов за получение и 2000 за поддержание в силе на максимальный срок, который составляет 10 лет и возможность продления 5 лет. То есть, похоже на полезную модель, предыдущий спать, помним, там было 5 лет плюс 3 года, здесь 10 лет плюс 5 лет. Следующий объект, следующий способ защиты интеллектуальной собственности, про который в первом докладе Алексей упоминал, да, ваш бренд. Товарный знак, да, гуманитарным языком бренд, логотип. Примеры товарных знаков. Citizen, словесное обозначение. Nike, да, мы видели, на прошлом слайде мы видели кроссовки Nike. Общий внешний вид кроссовок, это может быть промышленный образец, а вот эта вот птичка, соответственно, это товарный знак. Ну и пример тоже интел, это комбинированный товарный знак, здесь сочетается словесное обозначение и немножко изобразительный элемент. Какие критерии для регистрации обозначения по качеству товарного знака? Ну я написала отсутствие оснований для отказа, наверное, так проще всего было сформулировать для цели презентации. У нас действительно нету каких-то требований, которым он должен соответствовать товарный знак. Нужно, наоборот, чтобы он не попадал в какие-то запрещенные категории. Ну, например, нельзя регистрировать товарные знаки со словом «Республика Беларусь». Или, например, нельзя регистрировать товарные знаки, которые противоречат морали нравственности. Например, нельзя регистрировать товарные знаки, которые сходны с теми товарными знаками, которые уже зарегистрированы. Опять же, пример «Citizen». Если мы пробуем изменить одну букву и зарегистрировать, то, скорее всего, не получится, потому что патентный орган увидит, что он уже занят этот товарный знак. Как я сказала, регистрируются обозначения, регистрируются изображения, регистрируются объемные товарные знаки. На самом деле здесь может быть пересечение, в принципе, один объект может быть зарегистрирован как товарный знак, так и промышленный образец. В мировой практике есть другие объекты, которые могут быть зарегистрированы как товарный знак. Например, ароматические товарные знаки. Это очень интересная штука, но у нас, к сожалению, пока нет технических средств, которые позволяли бы обеспечить их регистрацию и учет, особенно, таких товарных знаков. Длительность процедуры получения свидетельства на товарный знак – это от 7 месяцев до 2 лет. Опять же, там зависит от того, пытаетесь вы ускорить процедуру или нет. Стоимость – 700 долларов получения плюс 700 долларов продления. И срок действия. Срок действия свидетельства – 10 лет, и он может быть, товарный знак охраняется, в общем-то, бесконечно. То есть это вот тот редкий объект из негативной собственности, который просто платите 700 долларов каждый раз и управляете его сколько захотите. Да, последний объект, о котором я хотела сказать – это коммерческая тайна. Соответственно, для иллюстрации я выбрала вопросики, потому что коммерческая тайна отличается от четырех других объектов, про которые мы поговорили, тем, что те четыре, они раскрываются. В этом смысл, в общем-то, получения патента, например. То есть вы что-то раскрываете, получаете патент, монополию некоторое время использовать, запрещать другим использовать, но потом вы не имеете права на… Ну, то есть вы после того, как патент прекращает свое действие, вы теряете это монопольное право. Да, вы можете по-прежнему использовать ваше изобретение, но не можете запрещать другим. Коммерческая тайна другая. То есть коммерческая тайна – это то, что предприятие хочет сохранить в тайне от всех. Так, что может относиться к коммерческой тайне, когда ее логично применять? Например, когда у вас есть какие-то разработки, у вас есть ноу-хау, вы, например, собираетесь патентовать, но пока еще патент не получили. Соответственно, вот эта информация, она может охраняться в режиме коммерческой тайны. Какие дремования? Да, здесь не нужно идти в патентный орган, не нужно ничего регистрировать. У нас есть одноименный закон о коммерческой тайне, где хорошо прописано, что нужно сделать для того, чтобы коммерческая тайна работала. Для этого основной критерий – это установление режима коммерческой тайны. То есть на предприятии должны быть приняты организационные, технические и правовые меры, которые, например, включают ограничения доступа к определенным объектам, установление парольной защиты на компьютере, например, наличие правильно оформленных документов – это положение коммерческой тайны обычно, в котором определяется, что входит в состав коммерческой тайны, кто имеет право допуска к ней, какие лица ответственны за поддержание режима коммерческой тайны. Ну и плюс важно заключение договоров с контрагентами и с работниками. С договорами заключаются соглашения о конфиденциальности, с работниками обязательства о неразглашении. Вот если есть весь этот пакет документов, то, в принципе, информация может охраняться, быть коммерческой тайной. Соответственно, процедуры по сути законодательства нету, я имею в виду процедуры регистрации формальной. Стоимость бесплатная, срок действия не ограничен. То есть это такой самый дешевый и сердитый способ охраны ваших разработок, пока вы не получили, например, патент. Да, последний слайд, в принципе, суммирующий, да, о чем поговорили. Изобретение, полезный модель, промышленный образец, товарный знак и коммерческая тайна. Вот пять основных вещей, которые я бы хотела, чтобы у вас было о них представление по итогам сегодняшнего доклада. Скажу немножко про программное обеспечение, потому что оно сегодня нормальное приличное, потому что звучит здесь и летает в воздухе. Программное обеспечение у нас охраняется другим нескольким способом. Программное обеспечение по белорусскому законодательству это объект авторского права. То есть некоторое время он был вообще приравнен к литературным произведениям. Ну, потому что посчитали, что ноль и единички, соответственно, ну, как книжка. Да, потом все-таки, немножко, да, закон изменили, теперь это самостоятельный объект, который охраняется сам по себе, без регистрации, без получения свидетельства, без получения патента. Достаточно, чтобы ООО было выражено на материальной носителе. Как только это есть, это у вас есть автоматическая защита. Но при этом некоторые считают, что это недостаточно, любят регистрировать. Да, у нас есть процедура регистрации на ЦИС, но это не обязательно. Это добровольно. И еще одна вещь, о которой я хотела сказать, это, собственно, ситуации конфликта, да, то есть ситуации, когда вы обнаруживаете, что кто-то, конкурент использует вашу объект инструктуальной собственности. В таких презентациях я специально не включаю слайды, не включаю какие-то алгоритмы действий, да. Потому что на самом деле по всем пяти вот этим объектам есть, соответственно, за нарушение права, есть статьи в Кодексе об административных правонарушениях, то есть административная ответственность, есть уголовная ответственность, есть возможность достать убытки. Но при этом в случае конфликтной ситуации нет универсального алгоритма, который я сказала бы, что вот, можно действовать так. То есть, каждая ситуация индивидуальная, требует ну, отдельного подхода. Просто в качестве примера, такая довольно распространенная ошибка, значит, компания обнаруживает, что другая компания пользуется технологией, на которую в компании А есть патент, соответственно, компания А идет в суд, да, то есть прекратить, запретить незамедлительно убытки и все прочее. И затем в суде оказывается, что у компании В, у конкурентов, на самом деле есть патент на такую же технологию, то есть два схожих патента. Соответственно, суд не может предоставить, не может удовлетворить стремления компании А, потому что компания Б защищена патентом. Да, он конфликтует, да, но это не есть компетенция суда. Что нужно делать компания А в такой ситуации? Компания А нужно идти сначала в наш патентный орган, в опуляционный совет, в патентном органе, и оспаривать патент. И только после того, как патент будет признан недействительным, можно идти в суд и дальше, ну, как бы заявлять следующие требования. Вот, наверное, да, я не удержалась, я очень люблю эту картинку. Это про изобретение, когда готовила презентацию, мы говорили там про промышленную применимость, вот, это протектор для ушей собаки. Это реальный американский патент, вот, изобретение. Устройство для защиты ушей животных, в частности, для наухих собак, от загрязнения едой во время приема животным пищи. Вот, действующий патент, да, это чертеж. Вот, да, спасибо за внимание. Спасибо большое, Марина. Наверное, все мы сейчас будем регулировать коммерческую тайну, как минимум, потому что это бюджетно. Друзья, ну, мы снова пускаем в бой клавиатуру от ICT, вы можете стать ее продавцем за лучший вопрос. Поэтому не тесняйтесь. Начинаем. Марина, здравствуйте, спасибо за доклад. Меня зовут Антон, и, собственно, я хотел просто, скажем, уточнить такую информацию, если же я, как изобретатель, изобрел какое-то устройство. И в порыве доброй воли, для усовершенствования его, я его в общий доступ выкладываю, никак не патентую. И, так говорю, комьюнити, пожалуйста, разрабатывайте дальше, я буду только за. Может ли в дальнейшем так случиться, что кто-то его там доделает, или это же мое самое устройство, просто запатентует, и потом ко мне будут претензии, как производитель вот такого устройства, который уже защищен патентом кем-то позже. Вы сказали, что есть исследование, если устройство было там где-то опубликовано, если там какой-то писатель-фантаст его описал где-то, не знаю, когда-то. Могу ли я попасть как бы в зону риска того, что на меня потом подадут в суд, как за производителя устройства защищенного патентом? Спасибо. Да, такой риск есть. Ну, в описанной ситуации я бы сказала, что вот эта условная недобросовестная компания B, которая будет получать патент, по-хорошему она не сможет запатентовать прямо то, что вы описали в публикации. По-хорошему наш патентный орган должен это увидеть и отказать от его патенте. Но дело в том, что можно, как вы сказали, доработать, изменить и, соответственно, ну, в принципе, да, такой риск есть. То есть они могут получить патент и потом вам предъявлять патент. Это возможно. Можно так предпочтентовать, но априори говорят, что я не предпочтенную какие-то дивиденды. Чтобы у меня не было патент, но и я, как бы, цирк для новых людей, можно сказать. Ну, наличие патента, в принципе, означает, что вы можете делать все, что угодно с вашим запретением. Вы можете его продать. Вы можете, да, сделать предлицензию, да, то есть сдать его в аренду кому-то. Вы можете вообще ничего не делать, да? То есть, в принципе, это ваше право. Добрый день. Меня зовут Сергей. Спасибо за доплату. Интересно. Такая ситуация. Допустим, я работаю на том же заводе Citizen, на котором делают ваши часы. У меня есть договор о неразглашении или что-то еще. И Citizen выпускает часы. Много патентов, которые принадлежат кирме Citizen. Но параллельно я придумал новые часы, да, с какой-то новизной тоже, которая тоже обладает патентной способностью. Могу ли я, как инженер, работающий на заводе Citizen, запатентовать параллельно, совершенно вот на себя какое-то новое изобретение, схожее с тем, которое выпускает, там, разрабатывает, производит фирма-работодатель. Спасибо. Да, спасибо. Хороший вопрос интересный. Сразу много тем затронули. Ну, во-первых, если вы работаете на заводе Citizen, то, соответственно, все вопросы будут решаться по праву Японии. Но если, допустим, мы предположим, что мы применяем белорусское право, у нас есть такое понятие, как служебное произведение или служебное изобретение. Это тот объект, который разработан работниками, простите за это второе имя немножко, и права на получение патента в отношении этого изобретения автоматически переходят на нематику. При определенных условиях, то есть перед тем, что этот объект относится к вашим должностным обязанностям, выполнен, например, по заданию нанимателя, или выполнен и разработан с использованием оборудования, техники, знаний нанимателя. Соответственно, да, соответственно, если в вашей ситуации вы разработали эти часы дома ночью на своем лаптопе, и если у вас не было задание, да, ваш приниматель вам это задание не давал разработчики, то в принципе, да, вы можете подать патент, зарегистрировать. Ну, это здесь начинаются оценочные категории. Здесь будут смотреть в каждой конкретной ситуации, то есть, что вы использовали, какие знания, насколько они были получены, отнимаются или нет. Я за Сергея вопрос по области действия патентов. Вы озвучили нам стоимости, цифры какие-то. Этот патент, который мы обсуждаем, он работает только на территории Сумбрики Беларуси? Да. А что делать, если компания имеет международный рынок? Оценить необходимость получения патентов в рынках, где продаются продукции. То есть, есть возможность получения патентов, соответственно, в другие государства. Сегодня уже звучала процедура, да, из-за вакуа, по-моему, коллеги говорили про PCT-шки, да, то есть, есть возможность получения патента через наш белорусский патентный орган. Вы выдаете документы, вы говорите, я хочу распространить действия своего патента на страны А, В, Ц, Д. Соответственно, сначала наш белорусский патентный орган проводит формальную экспертизу вашей заявки, затем, если она проходит, если все документы в порядке, полный комплект, то он, соответственно, переходит на стадию экспертизы в тех государствах, в которых вы хотите получить патент. Во времени это занимает примерно тоже 2-3 года, но может зависеть, на самом деле, от юрисдикции, но просто ориентировочной, да, примерно на сроке. По стоимости, опять же, очень зависит от стран. Допустим, в США, наверное, это будет около 50 тысяч долларов, а в ЕС это будет около 30 тысяч. Ну, ориентировочно зависит, но примерно. Если можно, второй вопрос по поводу положения коммерческой тайны. Если есть установлен инфаркт нарушения сотрудникам, либо судподрядчикам, как фактически подойти в суд, как оценить ущерб? Есть ли механизмы, которые это регламентируют? Значит, в такой ситуации, ну, есть, есть как бы два механизма, да, есть два направления. Есть направление примечения к ответственности, к административной, ну, или даже к уголовной, но у нас по уголовной точно практики нет, в административной ответственности. То есть, будет штраф. Это одно направление. Второе направление, это насколько вы можете взыскать убытки, да, которые принесло ваше предприятие. Ну, здесь очень сложно, потому что доказать убытки, особенно упущенную выгоду, то есть, что вы потеряли, чтобы вы могли какой доход приобрести, если бы не была разглашена коммерческая тайна. Доказывать очень сложно. Поэтому, в принципе, по коммерческой тайне, ну, как бы, мы рекомендуем заключать соглашение с контрагентами, с работниками, в которых прописывать штрафы за разглашение коммерческой тайны. Если у вас есть штраф, то вам не нужно будет доказывать убытки. Но есть же ограничения по штрафу. Для безлиц, а для юбилей есть ограничения? По поводу ограничений, прямо ограничений у нас не установлено по штрафу. У нас есть, ну, у нас, во-первых, нет четкой практики сформированной. То есть, насколько это будет исполнимо в суде, вот тоже вопрос. Но, ну, то есть, мое личное мнение, что нужно пробовать, нужно прописывать эти штрафы. Ограничений нет, но нужно понимать, что наш суд может уменьшить размер штрафности, посчитать его необоснованным или неразумным. Здесь это усмотрение суда тоже, но в конкретной ситуации будет решение. То есть, фактически это просто договор, который практически не имеет никакой силы? Нет, почему он имеет силы? То есть, вы не можете доказать, что обеспечить и какого-то слоя нельзя, и все зависит только от мнения судей? Нет, не вполне так. В договоре вы можете согласиться о том, что вы устанавливаете какой-то размер штрафа. Этот договор, он обязателен для вас. Но могут быть определенные нюансы при исполнении этого в суде. То есть, у нас судебная система построена так, что штраф может быть уменьшен в судах. Ну и плюс оговорка, что у нас, к сожалению, нет практики у коммерческой тайны. То есть, мы с юристами очень хотим, чтобы была практика наработанная, но пока это немножко такое ружье, которое висит на сцене, которое должно выстрелить, но пока не очень стреляет в плане практики. Поэтому это должно работать, но есть оговорки, конечно. Да, здравствуйте. Спасибо большое за вашу лекцию. Я хотел спросить такой момент. Вот в Соединенных Штатах есть достаточно большая база с изобретениями, которые опубликованы свободным доском в интернете. И, допустим, мы предположим ситуацию, что какой-нибудь недобросовестный инженер, который знает английский язык, хорошо разбирается в технических терминах и так далее. Он скомпилировал несколько изобретений. Они не зарегистрированы в Республике Беларусь и подает здесь, в Беларуси, что это его изобретение. Какие могут быть последствия после этого? И особенно, если, например, человек пришел подать на евразийский патент. То есть, какие последствия, например, реальному правом дать для вот этих патентов? Как будут выясняться это реальное изобретение, которое имеет какую-то новизну или это просто компиляция? В этой ситуации это будет предмет экспертизы нашим патентным органам. То есть, он будет смотреть на заявку и он будет сравнивать. Он будет сравнивать формулу изобретения, он будет сравнивать основные элементы, на сколько они отличаются. Опять же, как это должно работать, то должны отказать, потому что нет соответствующего к критерию новизна, которая учитывается на мировом уровне. На практике есть человеческие ошибки, есть несовершенство системы поезда. В принципе, есть вероятность, что патент может быть зарегистрирован. В такой ситуации, какие могут быть дальше последствия развития событий, ну, если это действительно что-то, что может затронуть интересы, допустим, некого правообладателя, настоящего, реального, если для него интересен белорусский рынок, то он может прийти и осваивать ваш патент. То есть, ситуация, о которой я уже вначале говорила, да, то есть, что патент-обладатель настоящий, он придет в эволюционный совет нашего патентного органа, скажет, что здесь произошла ошибка, вы не должны были выдать патент, признать его недействительно. Коллеги подсказывают, что да, по времени цейфлот, поэтому индивидуальный порядок. У меня еще один вопросик вам, как эксперту. Скажите, я вот недавно слышал по телевизору такой термин, как патент на самозанятость, который планировали ввести как альтернативу налогу на Туниат. Могли бы вы прокомментировать, к какой категории он относится и вообще, как он будет работать с этим механизмом, вот особенно срок давности, какой у него будет? Спасибо. Знаете, очень интересный вопрос. Честно скажу, я не слышала про такую категорию, как патент на самозанятость. С точки зрения нашего регулирования, я бы сказала, что это не есть патент, вот в том смысле, как у нас он существует. То есть это что-то из другой немножко области, не отсюда. Спасибо большое. Марина, спасибо за вопрос. Друзья, мы не успеваем. Марина, надеюсь, никуда не уходит, поэтому... Я знаю, если что вы хотите. Спасибо большое за внимание. Да, подождите, мы еще не разыграли подарок. Давайте решим, кто же у нас станет в года с этим мультимедийной клавиатурой. А вот молодой человек, который уже задавал вопросы. Подходите. Спасибо большое, Марина. Ну, и вас мы тоже по традиции не оставим без подарка. Вот вам наше благодарное. Спасибо большое. Будем рады видеть вас снова. Спасибо.